Отказаться от бумажной прессы жители Карачаева-Черкесии не собираются. Об этом убедительно свидетельствуют цифры. Свыше 40 тысяч наших земляков ежегодно оформляют подписку на те или иные издания. Надина Табулова специально сегодня пришла на почту, чтобы весь следующий год получать свою любимую газету. Газету «Абазаш» я помню с детства. Мои родители ежегодно подписывают. Очень интересная газета. Я сама тоже подписываю эту газету ежегодно. И жду с нетерпением, когда принесут мне эту газету домой. Пример Мадины показателен. Из всех 40 тысяч подписок в Карачаево-Черкесии, примерно 85% из них приходится на республиканские издания, в том числе газеты на родных языках. Кстати, на них и еще на 200 тысяч печатных изданий с 3 по 13 декабря можно было оформить льготную подписку. Об этом еще раз сказано в рамках Всероссийского дня подписчика, который проходил на главпочтампе в Черкесске. Этот день является праздничным. День подписчика стал уже традиционным. И это, на мой взгляд, такая очень важная площадка, где главреды могут пообщаться со своими читателями. И это очень важно для того, чтобы сохранить своего читателя. Вы понимаете, в условиях современности прежде всего нужно заслужить любовь этого читателя, чтобы знать, какие у него потребности. Все, кто оформил сегодня подписку, помимо скидки от 5 до 40%, получили еще и подарок. Кстати, в рамках праздника любой желающий мог поучаствовать в благотворительной акции «Дерево добра». Для этого достаточно было оформить подписку на любое издание в адрес социального учреждения. В последние годы увеличиваются тиражи, увеличивается экземплярность, интересные издания, интересные газеты. Все больше и больше населения уже возвращается к газетам и очень много предпочтения дает о том, чтобы интересные газеты им читать интересно было. Сейчас на территории региона действует 145 отделений Почты России, где можно оформить подписку на любое из 200 тысяч печатных российских изданий. Как свидетельствует статистика, жители Карачао-Черкесии выбирают в основном национальные издания, причем подписка на них ежегодно растет на 7-8%. Эрнест Чуков, Олег Молхожий, Вархиз, 24.